Калининградский завод Автотор начал выпуск седанов Kia K5. Под этим индексом на российский рынок выходит наследница модели Optima. Новинку решили собирать из крупноузловых комплектов, а значит о сколько-нибудь глубокой локализации речи не идет. После смены поколений седан стал крупнее. Но главное, у него принципиально новый дизайн. Динамичный образ подчеркнут покатой крышей, сильно заваленными стойками кузова и ультракоротким багажником. Интерьер украшает цифровая приборная панель диагональю 12 дюймов и огромный центральный дисплей медиа-системы. Впрочем, будет ли вся эта мультимедийная красота достоянием базовой версии, мы узнаем только осенью. Именно на осень запланирован старт продаж, но из сертификационных документов мы видим, что для нас заготовлены две модификации. Обе с передним приводом и автоматическими коробками. Базовой версии на механике больше не будет. Начальный двухлитровый мотор взят от прежней оптимы. В пару ему положен шестиступенчатый автомат. А вот старший силовой агрегат с непосредственным впрыском бензина и восьмидиапазонной коробкой передач. Nissan заготовил новый бюджетный кроссовер для развивающихся стран. Модель под названием Magnite формально носит статус концепта. Но это чистая формальность. Серийная версия почти не будет отличаться от шоу-кара. Изначально паркетник проектировали под марку Datsun. Но совсем недавно Nissan решил закрыть этот бренд и в итоге Magnite примерил ниссановские шильдики. При этом формы решетки радиатора и ходовых огней остались датсуновскими. По технике Magnite довольно примитивен, так как построен на ультрабюджетной платформе CMFA. Базовым будет литровый трехцилиндровый атмосферник, для которого вдобавок заявлена турбированная версия. Привод только передний. Первым рынком, где появится новый Nissan, станет Индия. Там серийный вариант кроссовера стартует буквально через несколько месяцев. Но затем запланирована экспансия и в другие регионы. Так что теоретически новинка может прийти и в наши края. Недорогой четырехметровый паркетник мог бы заинтересовать многих. Ведь индийская пресса уже анонсировала цену на уровне 10 тысяч долларов. Хотя формально более крупный Renault Duster в российской сборке сейчас стоит всего на тысячу дороже.